Добрый день, это Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Вы используете в своей торговле паттерн-треугольник? Очень надеюсь, что да. Но думали ли вы о том, как трактовать ложный пробой на этом паттерне? Если нет, то очень рекомендую посмотреть видео, потому что в нём мы выясним, какое важное предупреждение стоит за ложным пробоем треугольника. Чтобы хорошо понимать, как и где происходит ложный пробой треугольника, нужно разобраться, как выглядит паттерн. Поэтому во второй части на практических примерах закрепим навык его определения на графике цены. Примеры будут в виде теста, так что вы сможете не только посмотреть на образцы паттерна, но и проверить, как поняли тему. Для теста вам понадобится только бумага и ручка, а в конце занятия подведём итоги теста. Те, кто захочет глубже познакомиться с темой занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. На мой взгляд, рассматривать треугольник в боковике не имеет смысла. Почему? Потому что в боковике потенциал движения сильно ограничен и нет выраженного направления. Поэтому треугольник не даст хорошо заработать. Есть несколько моментов, когда в боковике стоит использовать треугольник, но об этом позже. А сейчас поговорим о паттерне сформированном на тренде. Рассмотрим все на росте. Для тренда вниз – ситуация зеркальная. Итак, цена растет, а потом останавливается на уровне сопротивления. Но за счет активности рыночных покупателей минимумы начинают повышаться, т.е. вверх цена пойти пока не может, а снизу ее поджимают покупатели. В какой-то момент цена пробивает сопротивление треугольника и импульсно идет вверх. Цена уходит дальше от пробитого уровня? Нет. Так было бы в обычном треугольнике. А здесь все иначе. Здесь цена резко возвращается под уровнем. Как думаете, о чем это говорит? Не знаете? Тогда давайте в этом разбираться вместе. Для этого выясним шаг за шагом, как формируется паттерн. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать свою длинную позицию, кто-то планирует открыть короткую. В какой-то момент давление покупателей вновь усиливается и цена пойдет вверх, формируя новый минимум на восходящем тренде. Если продавцы не смогут довести цену до предыдущего минимума, то это будет говорить об активности рыночных покупателей. Выше уровня сопротивления будут стоять стопы медведей и заявки buy-stop, те, кто хочет присоединиться к движению на пробое уровня. Плотность покупателей выше сопротивления будет тем больше, чем дольше цена стояла в треугольнике. А лимитные покупатели создадут зону заявок на покупку под ближайшими минимумами. Пробой зоны стоп-лосс и buy-stop приведет к импульсному росту. Это нормальное развитие ситуации, потому что эта зона будет работать как место скопления рыночных заявок, а они двигают цену. Но ситуация сразу меняется, когда цена после пробоя возвращается под уровень. Потому что это говорит о том, что все рыночные заявки были агрессивно выкуплены продавцами. Теперь внимание! Когда видим активность агрессивного рыночного продавца, нам нужно срочно переоценить текущую ситуацию. Если в месте скопления покупателей оказалась засада медведей, то скорее всего они знают, что делать. Поэтому не спешите входить в лонг, а обдумайте положение по новой, так как ложный пробой треугольника является серьезным признаком смены тенденции. Не так давно обещал рассказать, как использовать ложный пробой в боковике. Сразу оговорюсь, если вы в трейдинге новичок, то в боковике лучше не торговать. Если опытный трейдер, то торгуйте в боковом движении только от границ. Ложный пробой треугольника тоже не исключение. Входите на возврате в диапазон боковика. А теперь настало время проверить, как вы поняли материал. Мы переходим к тесту. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнении каждого из 10 упражнений у вас будет примерно 7 секунд. Тест можно пройти в режиме норма, верный ответ дает 1 балл, а ошибка 0. Или в режиме повышенной сложности, когда верный ответ также приносит 1 балл, но за ошибку 1 балл списывается. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Адмирал Маркетс. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумагу и ручку? Отлично! Задание! Посмотрите на график и скажите, где вы видите сформированный треугольник. Не спешите, на графике может быть несколько треугольников. Если все понятно, тогда начали! Кто нашел треугольник, поставьте себе плюс. Как думаете, здесь есть еще один паттерн? Кто сказал да? Прав! Это действительно треугольник, но без пробоя вверх. Паттерн не отменяется только от того, что треугольник не пробил верхнюю границу. Кстати, обратите внимание, что после того, как треугольник был сломан, цена очень активно пошла в противоположном направлении. Пример 2. Задача та же. Определите, где на графике сформировался треугольник или треугольники. Готовы? Начали! Думаю, с поиском этого паттерна сложности не возникло. После пробоя поддержки движение было достаточно сильное. Кто нашел, поставьте себе плюс. Пример 3. Кто определил паттерн – молодцы! Напишите в комментариях, какой способ входа вы бы использовали для входа на этом треугольнике. Пример 4. Смотрите, сформировался треугольник, потом пробой, но цена не идет импульсно вверх. Какой вывод? Правильно, из этого треугольника нужно срочно бежать, так как с ним что-то не так. Это не ложный пробой, но тоже подсказка по дальнейшему развитию движения. Пример 5. Кто нашел этот треугольник – неплохо, только помните, что он сформировался в контртренд и потенциал у него небольшой. Кто нашел второй треугольник – большие молодцы! Треугольник по тренду и потенциал у него последний локальный минимум. Пример 6. Отличный вариант паттерна. Как вы думаете, почему этот треугольник не является контртрендовым? Подумайте и поделитесь своими мыслями в комментариях. Пример 7. Еще один вариант классического паттерна. Как думаете, есть на графике еще треугольник? Напишите об этом в комментариях. Пример 8. Хороший вариант треугольника – пробой поддержки приводит к дальнейшему движению вниз. Кто нашел, не забывайте поставить себе плюс. Пример 9. Так выглядит идеальный треугольник. Если видите, что на графике формируется такая фигура, то, скорее всего, после пробоя начнется сильное движение. Здесь входить можно было только на пробой. Мы на финише. Последний пример. Еще один образец классической фигуры. После чего началось хорошее движение. Кто нашел паттерн – поставьте себе плюс. А сейчас просуммируйте баллы, потому что буквально через секунду переходим к подведению итогов по тесту. Всегда помните о высоких рисках для вашего капитала на финансовых рынках. Если вы набрали 3 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 4 до 7 баллов – неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 8 до 9 – это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если вы набрали 10 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить на своих графиках. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже», чтобы разобраться в материале лучше. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов вы набрали в тесте с первого раза. Подписывайтесь на канал Адмирал Маркетс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!